здравствуйте уличка как у тебя вчера день пришел что ты с тетей вчера делала на улицу ходила что тебе тетя сделала шарфик связала молодец шапочку ну шапочку она тебе вчера позавчера связал да а вчера шарфик а что тебе тетя еще связала сердечко игрушку еще тетя мне весь делает сейчас можно сейчас делала мне такую как жилетку здесь горло есть а здесь там не зашито здесь рукавов нет да ясно как у моей учительница было только другого цвета да а ты расскажи свои впечатления про хэллоуин пати было очень-очень-очень классно мы разве мы раз моими подружками пошли в этот даунстерс там мальчик такой страшный мы знали что это просто человек но они так страшно смотрели на носа у мальчика вообще лица не было фейерверк понравился костюм твой понравился молодец очень красиво громко страшно боялась в подвале так страшно а что там еще кроме мальчика было в подвале девочка там сделали типа комнату страха а а еще там было рассказывать это там девочка была такая я не я нашла фонарик возле в там было темно я нашла фонарик возле возле дерева валялся его взяла и вот так вот светила потому что темно там включили страшную песню музыку да ой мама музыку страшную но там никто не пел музыка играла мелодия понятно все что ты еще расскажешь конфет наелась пиццы наелась да молодец опять пойдем конфеты собирать опять собирать опять собирать это конечно громко сказано 31 числа будет у вас типа праздник да в школе будете пиццу кушать мне уже письмо прислала что они ждали 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 пока я бумажку им передам поля забывала забывала ее достать забывала забывала в итоге я уже в письме написала выбрала какую начинку пиццы я хочу но все с остальной не выбирается сок там им раздадут фрукты там понятное дело пиццу нужно было выбрать а мы все никак не могли им передать записульки наши дополе на сегодня обещают 16 градусов не знаю правда или нет но я жду у нас уже он солнышко красивая встает да когда солнышко но тепло на улице хорошо ну да уже как осенью но прячь ручки в кармашке уже ну конечно понятное дело что дело близится к зиме но все равно на солнышке теплее чем ты солнышко поэтому ждем до воздушный поцелуй увидимся пока доброе утро доброе утро как вы как как у вас погода настроение настрой отдала полинку в школу чуть-чуть 9 0 1 нормально нормально идем не сильно мы опоздали чтобы сильнее опоздали ну слава богу все так вот ходят на занятия иду в месяц на 10.30 я сейчас пойду домой соберусь и поеду на ремонт обещают 16 градусов не знаю правда или нет но если будет солнце в принципе то будет тепло надеюсь спросила у Сергея по поводу справки несудимости говорить ничего не приходило хотя это странно рассказывать ничего рассказала вам у нас на работе пара человек болеет и вот одна из этой пары женщина которая работает в принципе достаточно давно и из-за этого у меня как бы получаются часы я имею ввиду мне часто дают по 8 часов и вот если она сможет выйти то я буду выходная ну вот тогда когда я вам говорила в четверть да по-моему мне когда я завтра выходной это вторник среда у меня рабочая четверг да а если она не выйдет то у меня рабочий день 8 часов ну то есть как бы понимаете но они уволить не могут в чек главную работает там все но в то же время у нас такие вот непонятки есть люди которые будут работать нету есть кому работать или нету обычно мы об этом об этом узнаем вот уже непосредственно конкретно вы на работе вот уже на смене что нам некому работать понимаете и получается то что этот человек болеет я могу работать хорошо она выйдет и что мне будет по 6 часов только ну в общем не это прекрасно что человек выздоровеет как бы все одно сама такая вот как бы политика на меня немного смешает но что звонила утром звонили утром маме не дозвонились трубку не берет суббота воскресенье мы не созванивались то что я на работе то с работы я вчера пешком шла потому что нужно было долго ждать автобуса мне нужно было в магазин зайти в общем как-то так не очень с этим автобусом не очень сейчас мама не поговорила как-то я слегка так переживаю рыбой тоже другая тема мне придется скорее всего верни скорее всего придется ехать забирать его паспорт у меня не хочу на сколько дней верно три дня как в прошлый раз я с тобой я говорю со мной я не настолько богато тебя вести в европу себя вести тебя вести все такие рейсы знаете тогда было мой можно больше было выбрать вариантов по часам по вылету там а сейчас всего два варианта вылета это в 6 утра отсюда и в 6 утра оттуда прошлый раз я хотя бы немножечко поспала потому что мы там были в 10 минутах ходьбы от аэропорта и мы там проснулись нормально как бы знаете трошки так подвыспались стали нормально не спеша пошли покушали выпили кофе очку на заправке и пошли значит в аэропортный самолет а это 6 утра пока еще есть пересадка во франкфурте 8 часов торонто ну понятно когда 836 пересадка следующая пересадка один рейс час тридцать пять или двадцать пять между рейсами до польши это очень малости самолет опоздают на час все ты опоздал и дальше как бы непонятно когда ты куда полетишь то есть такое честно сказать не хочу и следующий рейс не следующий а другой рейс это пять часов спе пересадка между короче в германии 5 часов в общем время в пути тоже как бы практически сутки думаю моё и обратно получается 6 утра вылет не выспаться ничего ну то есть это тоже сложно понимать хотя туда я прилетаю не в два часа дня в девять утра но все равно после такой дороги девять утра тебе еще целый день нужно ну быть в себе это не так что два часа прилетел пока вы там поехали все сделали пока пошли покушали уже можно спать ложиться это уже как бы отдыхаешь тебе нужно практически целый день быть еще на ногах но шо делать она снова лететь забирать паспорт когда он там будет готов пока еще не готов еще в принципе рано в ноябре должно быть обновление в принципе в теорию должен быть готов я надеюсь что он будет готов все таки по срокам время идет пока я в этом заберу в общем пока подам документы все которые мне нужны пока дождемся ответа уже там этого паспорта останется несколько месяцев в общем такие мысли вслух только себя утром ко мне пришла наверное разбудил будильник лишь что сегодня как-то жарко было ты вчера тоже спала с открытым окном не настежь конечно но она у меня была открыта и сейчас в принципе на улице ночью сейчас уже на улице минус потому что это это шла на работу и смотрю лужа замерзшая была то есть не жарко но я сплю с приоткрытым окном мне так хорошо пришла ко мне ту лица и игры а что ты я замерзла это к наш одеваться ты спишь в них труселях конечно тебе холодно батя ушел тебя больше никому укрывать это за раскрытое естественно замерзла пришла как притулилась ко мне и я с ним так у меня вырубила такие-то маленькие такие тепленькие что там жопкой все это улица ой не могу в общем как то вот так в общем будем посмотреть что дальше как то так все с этим перелетом неопределенно и стать справка вообще как-то все так ну в общем расслабимся надо расслабиться получать удовольствие и плыть по течению подгребает там иногда куда тебе тут о боже мой дурное боже дурное живет ему честно скажу такое в общем я вас люблю целую обнимаю вечером с вами там на 30 секунд увидимся пошел ночью снимать не такой себе удовольствие ни о чем берегите себя родные и близких пока пока добрый вечер как вы я отработала все нормально с у нас вечером было пять человек очень все в порядке что автобуса будет через пять минут поеду домой завтра выходная наконец-то хочу зайти волмар посмотреть по линии штаны носки в общем посмотреть что там есть может с ней пойду не знаю потому что сражен виски куда-то чтобы она не мешала а и сняли дом 2000 гривен плюс коммунальная дом в общем вода есть горячая там бойлер стиралка удобство в доме где бы не бегать там на улицу куда-то искать куда сходить в туалет в общем все слава богу все нормально новостей никаких ничего нового я все так же жду паспорт эту справку о несудимости вообще что я вам мирного неба всего самого наилучшего если блюцула обнимаю увидимся с вами завтра пока пока